Мы читаем Талмудис Тисфирот, третий том, страница 627, Тафрэйш Хав, Зайн, пункт 32, вторая колонка Орбнеми, со слов Гамьядата. Садавайте вопрос на сайте КАП.ТВ. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Талмудис Тисфирот, третий том, страница Тафрэйш Хав, Зайн, 627, Ламет Бет, вторая колонка, со слов Гамьядата. Мы изучаем здесь, как выходят парцюфы мира Ацелут и как в Ебуре, Ника, Мухин. Гарда Ацелут вышел в Кантнуте, то есть Ебуре, Ника, вместе потом Мухин. Задда Ацелут выходит в Ебуре, Ника, Мухин. Много там разных нюансов. Мы говорили также о том, что берет каждая часть в мире Ацелут из мира Никудим. Атик берет то, что не относится к разбиению. Это верхняя половина Кетара. Гарда Аба, Дар де Има и Семи Ктарим. Затем Ари Хампин берет нижнюю половину Кетара, Аба Ваима берут Зад де Аба. Простите, Аба берет Зад де Аба, Има берет Ват де Има. И Зон берут, зон, которые разбились. А сейчас он начинает разъяснять нам, как выходят эти парцюфи. И вот эта левая линия, которая у нас есть в мире Никудим, то что осталось, потому что Гарвид Никудим остались. А Зад Никудим разбились. Гар Никудим, они присоединяются к Ацелуту. Потому что они привели к разбиению. Сейчас в мире Ацелут уже понятнее, что делать, как не использовать Гар Никудим, как не сделать так, как они, и для этого я должен знать, что они сделали и почему они привели к разбиению. Это помогает мне сейчас создать исправленную систему, научиться на ошибках из прошлого. Это Гар Никудим. И Зад Никудим, которые упали вниз, я должен, соответственно, этому собрать систему, чтобы она смогла выстроить все разбиение. То есть я должен выяснить, что привело к разбиению, проверить, смогу ли я исправить эти части. Если я не могу их исправить, то я их просто вывожу из игры, я их не использую. И из оставшихся я строю то, что можно исправить. И такое происходит частичное исправление, но выбора нет. И так мы работаем. Он нам здесь это объясняет. В итоге цель мира отсутствует, и вообще цель системы, которая сейчас появилась, достичь конца исправления вместо мира Никудим, который не смог этого достичь. Тенденция осталась той же самой. Я прошу тебя, пожалуйста. Итак, мы на странице Тав Рэш Хаф Зайн 627, первая колонка со слов Гам Едата. Пожалуйста. Также известно тебе, что все эти уровни, выходящие посредством Зевугим де Катнут и Гадлут в Ацелуте, называются Новый Ма. И более того, даже уровни Экрана и Авиюта Ришимот, только из сферот, относящихся к десяти сферот Денекудим, которые, естественно, являются Бон, и они также считаются Келим де Ма. Причина этого в том, что с их помощью произошел Зевуг из Высшего Света, и они являются эталонами уровня Целут. Поэтому они, безусловно, стали Келим де Ма, так как Экран, находящийся в Малху де Рош, распространяется на десять сферот внутри, и возникает Келим десяти сферот Де Тох и Соф, называемая Гуф. Но только свята, то есть Ришимот, Ницуцим и Старый Келим, которые уже использовались для облачения святов во время Малахим, в Гар и Зад, называются именем Бон, и запомни это. Итак, здание Котнута де Атек возникло из включения экрана в нижнюю Гей из ее сущности, которая является самой отборной частью Ма, Ман и Ришимот, как известно, так как с точки зрения Зевуга, каждый более грубый, более предпочителен. Но по причине слабости, имеющейся в экране, так как нет у него Авиута более уровня Кетер, поэтому и поднялась нижняя Гей в Кетер, к Мецах, который есть в Венаде Кетер. Отсюда вышел уровень Ибура де Атек. Еще раз, еще раз читаем абзац. Здание Котнута де Атек возникло из включения экрана в нижнюю Гей из ее сущности, которая является самой отборной частью Ман и Ришимот. Вы видите Шорыш. Цим Цумбет Авиют де Шорыш. Так как с точки зрения Зевуга, каждый более грубый, более предпочителен. Но по причине слабости, имеющейся в экране, так как нет у него Авиута, это более уровня Кетер, поэтому и поднялась нижняя Гей в Кетер, в Мецах, который есть в Венаде Кетер. И отсюда вышел уровень Ибура де Атек. А причиной Зевуга Гадлута де Атек является остаток Ман, оставшийся там в Рош-Саг, без какого бы то ни было исправления. Потому что из ступени Ма вышел только уровень Неги, которая соединилась с верхней половиной Кетера Бон, в исправлении линии Ах-Бе-Ах. А остальные Ман, то есть все четыре Ахураем де Абе-Вима и Иш-Суд, и семь святов де Зад, остались совершенно без света. И эти Ман явились причиной Зевуга Аб-Саг, и свечение Аб опустило нижнюю Гей из Мецах в Пе. В результате опускания нижней Гей на свое место вернулся и пробудился в экране Авиута четвертой стадии. И высший свет, который соединился в Зевуге с экраном, вывел уровень Кетер. После того, как появился Авиут Некудим, в экране вернулся экран в Пе де Некудим и вывел десять свирот де Рош на уровне Кетер снизу вверх, от Пе Некудим до Табура Ак, то есть на том же месте Гар де Некудим. Еще раз. Еще раз абзац со словом Горем. Причиной Зевуга Гадлута де Атик является остаток Ман, оставшийся там в Рош-Саг, без какого бы то ни было исправления. Что это значит? Что поднялось в Рош-Саг? Мы говорим, то, что осталось от разбиения. Верно? Да или нет? Что осталось от разбиения? Он говорит, к Атику что приходит? Верхняя часть Кетера, Гардеама, Дардеима и Семь, Катарим. Это относится к Атику. Что из этих четырех понятий входит в Ибур Атика? Ну? Ну, что-то входит. А то, что не вошло, должно войти в Яника и в Гадлут. Об этом он сейчас и говорит, что после Ибура входит, так давайте, что он говорит. И причиной Зибуга Гадлута де Атик является остаток Мана, оставшийся там в Рош-Саг, без какого бы то ни было исправления, потому что из ступени Ма вышел только уровень Катарима, которая соединилась с верхней половиной Кетара Бон. Верхняя половина Кетара де Бон, это в сущности и есть тот Ман, то Решимо, на которое вышел Ибур де Атик. В исправлении Кавим, Ах-Баах, и остальные Ман, кроме верхней половины Кетара Никудим, то есть Гарда Аба, Дар де Има и семь Ктарим, то есть это все четыре Ахураем, Аба, Ваима и Шсот и семь Иди, первых Решимот, семь Зад остались вообще без освящения и Ман эти вызвали Зибук, в Абдесак и свечение Аб опустило нижнюю Гей из Мецах в П, а в результате опускания нижней Гей на свое место вернулся и пробудился в экране Абьюд четвертой стадии и высший свет, который соединился в Зибуге с экраном вывел уровень Кеттер. На что сейчас вышел Зибук? Зибук вышел на Далит-Гиму что в П откуда? От того, что Решимот поднялись в Рожде-Сак и сейчас они требуют Зибуга на то, что не относится к Парцуфу Кеттеру, к самому Парцуфу Кеттеру. Ребята, вы не хотите учиться, вы какие-то не эти, не любите учиться. Ну, смотрите, что происходит. Есть верхняя половина Кеттера. Верхняя половина Кеттера и Гар от Аба и Дар от Има от Зон с Кеттерой, Ктарим. на первую половину Кеттера это все относится к Атику, да? Пишем, относится к Атику. Первая половина Кеттера идет к Катнуту. Атика в Метцах Десак происходит в Зибуга и распространяется вниз к Табору и здесь образуется Ибур. Это Атик в Ибуре. Почему? Потому что это относится к самому Кеттеру. А все остальное, все остальные не относятся к Кеттеру, а относятся к тому, что находятся ниже Кеттера, Никудим. И поэтому на них выходят все остальные формы Атика. Каким образом они приводят к тому, что они сейчас поднимаются и поднимают другой Ман, Ман Ман номер два, вот это был Ман номер один, сейчас Ман номер два, и тогда они опускают Масах из Мэцаха в Пе, в Пе происходит Зевук Дага, и этот Зевук опускается под табор, и тут выходит Гадлут Атика. Атикар, Гадлут, не, все-таки напишем Гадлут. Атик в Гадлуте. 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 Почему так происходит? Потому что эти Ришемот не относятся буквально к Атику. Они не относятся к Кетру Никудим, они как бы нижние. Потому что то, что находится в истинном состоянии каждого парцува, это его ибур. Потому что это приходит к нему от высшего, где он себя отменяет, как будто бы он не существует. Он использует все 613-620 своих желаний, но в самоотмене. Поэтому там на него есть форма высшего. В тот момент, когда он выходит из матери, он родился, вот это так его сделали, и с этого момента и далее на него могут воздействовать разные силы, разные внешние условия. Поэтому главное это ибур. А яника и мухин, они уже относятся к формам его дати, к формам его участия. это уже относится к КБВИ, МакЗон, так это получается. Хорошо? Ну, продолжим. Мы продолжаем со второй колонки со строчки УЦИКОМАТКЕТЕР. После того, как проявился ВЮТ НЕКУДИМ, который имеется в экране, вернулся экран в ПДНЕКУДИМ и вывел 10 сферот ДЕРОЖ на уровне КЕТУР снизу вверх от ПНЕКУДИМ до ТАБУРА АК, то есть на том же месте ГАР ДЕНЕКУДИМ. И уже объяснялось, что это состояние ГАДЛОТА в состоянии ПАНИМБЕ АХОР, так как ХОХМА и БЕНА этих 10 сферот не находятся в состоянии ПАНИМБЕ ПАНИМ БЕЗМАН И поэтому еще не раз пространился уровень КЕТАР ДЕРОЖ на ступень ГУФ потому что БИНА ДЕРОЖ стоит АХ БЕАХ с ХОХМОЙ Поэтому в ГУФ спускается лишь уровень НЕФЕШ РОХ представляющий собой уровень ЗРАМПЕН без свечения ХОХМАЙ И знай, что здесь приходит свечение ИБУРА к нижней половине КЕТАРа так как эти две половины КТАРИМ были в ГАДЛУТЕ ГАР ДЕНЕКУДИМ одной ступенью но по причине разбиения МАЛАХИМ когда вернулась ГЕЙТАТА ВЕЙНАИМ вновь разделились две нижних ступени КЕТАРа на две ступени высшую и нижнюю ГАЛЬГАЛЬТА при этом ГАЛЬГАЛЬТА и ВЕЙНАИМ остались на своей ступени а АХАБ вышел оттуда на нижнюю ступень поэтому сейчас это верхняя и нижняя половина КЕТАРа поэтому сейчас когда благодаря новому ЗИВУГу АПСАК снова спустилась нижняя ГЕЙ на место П снова стали две половины КЕТАРа одной ступенью вместе с тем не вернулась нижняя половина КЕТАРа в РОЖДАТИК по причине удвоив удвоившейся силы возникшей в ПАРСЕ однако получила свет на своем месте внизу нельзя сейчас соединять АХАБ КЕТАРа с ГАЛЬГАЛЬТА и НАИМ КЕТАРа поскольку это после разбиения потому что он участвовал в разбиении даже то что он не прямым образом привел к разбиению но все таки он участвовал там он был как бы высшим фактором причины может быть даже еще более важным чем АБВИМ потому что он провел свет он передал АБВИМ он все таки находится выше тут есть две причины которые как бы противоречат это и в нашем мире есть я могу быть высшим я могу быть начинающим а потом кто-то продолжает и он вызывает проблему он вызывает разбиение там это кто обычно виноват он или я НИФ ну в нашем мире обычно берут маленького низкого и убивают но кто но кто в сущности виноват высший он начал он спланировал он все сделал тот лишь только выполнил если бы Кетер не начал Гадлут АБВИМ вы не пробудились правильно но мы еще посмотрим как в одну сторону так и в другую сторону тут можно объяснять но то что происходит здесь это Кетер ему уже нельзя соединять свои Ахаб с Гальгальтеинаем хотя он и не привел напрямую к разбиению да ну и вместе с этим вместе с тем не вернулась нижняя половина Кетера в Рожде Атик по причине удвоившейся силы возникшей сейчас в Парсе однако получилась свет на своем месте внизу и этот свет это свечение Ибурада Рихампен в Негиде Атик и оно из Рожде Атик до состояния Панебе Ахор так как верхняя половина Кетера в нем является совершенным Рож в силу уровня Кетер в Захар Де Атик который дает ей качество новых Ахаб что объясняется в своем месте и потому также и старые Ахаб от ступени Бон также получили большое исправление но вследствие того что Бинаде Атик пока находится в Ахураем де Аба не могут эти Ахаб получить больше чем лишь свечение Ибура то есть Ахаб которые возвращаются к связи с Гальгальтом и Инаем возвращаются к связи Паним Бе Ахураем и здесь с одной стороны есть проблема мы не решили этой проблемы ты наказываешь низкого потому что он на своем месте сделал проблему но он сделает согласно указанию высшего так высший виноват в намерении а нижний виноват в действии так как ты эти вещи можешь рассудить ты поднимаешь нижнего к высшему и тогда ты делаешь высшим так чтобы он не смог при той проблеме которую он вызвал нижним чтобы он не сделал этого больше так Ахаб Атика возвращаются сейчас Гальгаль Тейнаем Атика они никогда не вернутся по ним они всегда будут сохранять свое состояние и даже будучи соединенными будут находиться по ним Бе Ахор и тогда благодаря этому с одной стороны будет исправление а с другой стороны исправление будет только таким образом чтобы не вызвать разбиение это символизирует по ним Бе Ахор мы еще будем изучать как мы должны это исправить это позволяет нам понять как мы можем выстроить как нам придется действовать здесь в нашем мире буквально это не просто у тебя есть разбитая система и у тебя есть состояние которое можно исправить как ты используешь его ты не можешь все выбросить то что у тебя есть сейчас в экономике в политике везде ты должен это взять и с ее помощью начать не в ней что-то строить но с помощью нее строить новую систему не просто так разбиваем все и начинаем снова если начнешь снова выстроишь то же самое что было заново да пожалуйста строчка это рожь дегуф датик проясняется в виде бугада рехампен после того как восполняется рехампен как нижняя половина кетера и все стадии имбура и рождается стадия руах нефеш тогда поднимается ман в рожь датик то есть к высшей половине кетера являющейся нуквой датик явившись причиной того что ступень бина атика возвратила свои паним к хохме атика и произошел зевук паним и паним в хохме и бине дэрош атика и пришло состояние гар также и в гуф атика и когда проявился афиуд дэ ахаб кетера и ступени накудим от тех которые были там состоянием мохин для хохмы и бины дэнекудим то спустился тогда в ют оттуда в ступень гуф датик и вывел 10 сферот снизу вверх на уровне хохма и также от состояния пани бахор подобно рожь датик до подъема ман но даже то что было подъем мана из арихампина ватик он шел в гадлут только для арихампина а не ради себя то что каждый порцов достигает гадлута он никогда не приходит в собственный гадлут это только лишь относительно других что значит относительно других но ведь маленький не рожает он должен быть большим да верно но он становится большим при условии что он должен родить нижнего так он сам не большой нет он большой но причина по которой он большой это порождение нижнего а не он сам женщина должна быть большой для того чтобы родить у нас в этом мире мы так растем и все а в духовном в мире исправления нет гадлута кроме как для рождения нижнего то есть для рождения дополнительных исправлений это производство дополнительных исправлений вот это рождение парцуфим да из гальгальта выходит внутренний аба а затем соответствующая моделью выходит внешний аба здесь тоже происходит нечто подобное сначала внутренний арихампен ватяки только потом это это обязано быть конечно не будет снаружи если вначале не будет внутри потому что через весь и то что он он остается этим внутренним парцуфом скажем в гальгальта аба пними это то что связывает между гальгальтом и аба хитсон иначе они друг друга не понимают для того чтобы либо снизу вверх также мы вызываем наш образ в высшем и связано связываемся мы с этим образом то есть младенец который выходит из матери и рождается его этот образ остается в матери и он делает копию с него внешне но связь между ними остается остается его связь с тем местом где он находился в имя с тем вот этим образом и так все время это похоже на то что мы затем делаем в нашем мире взаимное включение это тоже некое некое рождение только наоборот допустим я вхожу в Нива да да или нет да да и так я выстраиваю в нем свою форму и тогда через эту форму я связываю с ним и то же самое и обратно наоборот и так происходит во всем мире поэтому вот так вот эта форма голографическая есть между нами да патахтиква спрашивает получается что у Атика есть две рожь они существуют параллельно или это последовательный процесс на самом деле каждый парцув он в итоге связывается со всей остальной реальностью со всеми остальными парцувами и у него есть бесконечные вариации потому что он должен быть связан разными формами другими взаимовключения 10 и 10 и 10 и получается что как мы говорим через через 5 человек каждый человек связан со всеми людьми это не через 5 это так просто говорят может быть это символизирует 5 сирот я не знаю получается что каждый включает в себя всю реальность поэтому нет такого парцув это как раньше думали об атоме что есть электроны протоны нейтроны разные такие частицы все это все это такое стабильное потом говорят нет это какое-то облако сегодня вообще говорят уже не об облаке а что это вообще какое-то желе какие-то волны где-то там в пространстве бродит какая-то непонятная там реальность многослойная многогранная какие-то суперпозиции это близко к тому что мы можем говорить в духовном что каждый парцув он не один парцув он несет внутри себя бесконечное число парцув и каждый из них это своего рода связь со всеми частями реальности и это называется парцув в общем и в этом нет разницы между высшим и нижним по всей ступени по всей по всем ступеням лестницы потому что все связаны если самый нижний находится в самом высшем и выше находится в нижнем и так все во всех да адам из бершевы и так же оливье из франции спрашивают что за действие которое когда нижний гей спускается из рожь нижний гей это молхуд это место зевога это место экрана который поднимается и спускается в соответствии с решимот определяющие положение экрана для потребности зевога Юсеф из Иерусалима и Йоси из Кинерта спрашивают какая разница между решимот который поднимается в мецах и решимот который поднимается в рожь десаг мецах тоже в рожь десаг да вопрос в общем какая разница вхождения в мецах и в пе это соответствует тому как сами решимот в каком состоянии они находятся по совпадению по свойствам закон совпадения по свойствам после первого сокращения действует совершенно непреложно и если есть решимот который относится к разновидности мецаха с уровнями авиута алиф шорыш то я попадаю туда как я попадаю туда так же как в электрическом поле как он туда приходит там где находится точка баланса в соответствии сопадения по свойствам так же и мы действуем я даже в своем теле какие действия делаю ты видишь ты видишь ниточки которые меня сейчас тянут сюда или туда видишь да вот все это действия подчиняется силам что это за ниточки это силы как электромагнитное поле которое меня перемещает в ту или другую сторону каждый момент чтобы я был в самом сбалансированном состоянии с общей силой то же самое и решимо когда решимо реализует себя оно чувствует что здесь мое место как человек приходит к нам Моше как ты к нам пришел скажи пожалуйста ты же обычно сидишь думаешь пока ты сдвинешься с места почему ты вдруг пришел встанет то тебя не видно не знаю а вдруг у меня возникло такое желание вдруг да вдруг совершенно ниоткуда я почувствовал что мне просто необходимо ну и что и куда ты пошел я помню я начал в телевизоре в интернете искать начал вдруг искать и что это вызвало я почувствовал что как будто меня кто-то пробудил какая-то система вдруг так пак это отсутствие баланса которое было вызвано перемещением его решимов внутри поля и он стал искать место баланса он уже не мог сидеть даже он не мог сидеть спокойно и тогда он начал двигаться в направлении того места где на тот момент он мог войти в состояние баланса и вдруг он обнаружил себя сидящим в какой-то группе не знаю как он туда попал пока что ему хорошо и так дальше так в чем же эта разница между Мецах и П что это за места это уже нечто иное Мецах это Бинадекетер то есть если был Авиуд Шор если был Авиуд Шор то я бы нашел свой покой на уровне Кетера если я еще сокращен на уровне Кетера то я обнаружил себя в состоянии спокойствия в Бинадекетер то есть Рош Десак раздели его на Кетер Хохмабина Зарампин Малхуд в Кетере раздели его на Кетер Хохмабина и в Бинадекетер то есть в конце Гальгальтенен Декетер там где Малхуд Декетер поднялась в Бинадекетер там и находится Решимо из-за Вашингтона спрашивают П это место где принимается решение о том что можно пройти экран там где находится там где находится массах это называется П если сейчас массах находится в Никвейнае то оттуда ниже это называется Гуф Рош не существует сам по себе даже если под массахом есть Сверот Де Рош они как бы их как бы нет ты не принимаешь их в расчет потому что ты не делаешь на них расчет твой расчет только от массаха и выше там где находится Гальгальтенен Декетер Да Когда вышел Атик есть процесс Танта Катнут Танта Гадлут Танта Мы должны сказать что да но здесь нужно добавить вопрос хороший процесс должен быть должен в каждом месте подчиняться правилу я АВАЯ не меняю но вопрос что есть в этой Танте когда рождается младенец мужского или женского рода там есть все органы которые есть у взрослого мужчины или женщины пройдет еще может быть 15 или 20 лет но они уже есть поэтому Танта существует даже в Парцуфе в состоянии не бур но в таком виде что там нет цветов Дехухмата амин понимает чувствует ты можешь сказать ну одну секундочку а где же здесь соударение внешнего внутреннего все эти вещи существуют и делаются высшим они существуют в правильной форме в совершенной форме в совершенном виде в виде Парцуфа но делается это высшим и здесь обратите внимание я прошу здесь стоит понять когда мы говорим о Парцуфе Ибур Яникам Мохин маленький большой о чем мы говорим в каждом Парцуфе есть те же самые органы те же самые части мы говорим вдруг у него есть Догальгальтайнаем нет больше рож есть рож только он ее не использует точнее не использует высший пользуется им частью его рож все слышали высший пользуется им а нижний не пользуется то есть я всегда работаю как владенец который лежит перед тобой и так дрыгается он не делает ничего хотя его тело действует и все работает но высший его вводит в действие когда он начинает расти что происходит он как бы берет высшего часть и начинает сам действовать по собственной инициативе но он всегда задействован на 100% лишь в часть да часть нет часть самостоятельно а часть с помощью высшего зародыш мы говорим что у него есть ничего начинается с нуля аж такое ноль у него есть 10 совершенных сверот представь себе допустим что в матке женщины сидит ребенок 2 метра 200 килограмм я серьезно говорю почему там есть только капля и немножко больше когда возникает какая-то улитка не знаю как лягушка или другие формы это формы которые он самостоятельно изображает себе придает форму а все остальное об этом мы не говорим все остальное это действие высшего затем растет 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 означает что еще часть еще часть еще часть он берет на себя и вводит в действие все остальное делает высшее то есть мы говорим в науке кобыла по сути главным образом только о тех частях которые мы вводим в действие Потому что, на самом деле, я авая не меняю, и ничего не происходит. Сокращение относительно нас, и все относительно человека постигающего. Только лишь, когда есть перед тобой все творение, и ты сейчас как бы сократил его, и начинаешь действовать. Тебе кажется, что ты что-то делаешь. Ты начинаешь выполнять работу заново, и раскрываешь перед собой всю реальность, все творение. Но оно существует, имеет место, и ничего здесь не произошло, а все в твоем сознании. Поэтому то же самое здесь, в Атике, в Арихампене. Да, Валерик. В чем разница родить нижнего с процессом ибура и без ибура? Еще раз. В чем разница рожать нижнего в процессе ибура и без ибура? Как можно без ибура? Если ты говоришь в Гадлуке, то сразу ибурника мухин, конечно. А как можно пролить без ибура? Мы сейчас учим, что в порцуфах Ацелута есть процесс ибура. Когда мы учили выход порцуфим в Ак, мы не учили там ибур. В Ацелуте то же самое. Есть выход порцуфим Гарда и Ацелут вместе с ибура и ника. Сразу же катнут. А в порцуфим Ак было рождение в Гадлуте. Гадлут, который включает в себя ибур, и ника. Не нужно было проходить через неполные части. Сейчас сразу же выходит совершенный порцов. А здесь нельзя. Это от слабости, а не признак того, что это более совершенное. Там была сила экрана сделать действие сразу же ибурника мухин. Ты можешь спросить, как может быть, что возникает порцов 9 месяцев, 9 месяцев внутриутробного развития, затем малое состояние до 20 лет, пока он становится взрослым, большим. Ну, по крайней мере, 13 лет. Как это вдруг происходит одним зевугом? А в чем проблема? Если можно выяснить в одном зевуге все эти вещи? Так ты можешь сказать, ну, хорошо, а где выяснения? Выяснения должны проходить последовательно, через включение порцуфим? Правильно. Но при нисхождении сверху вниз такого нет, потому что все идет от совершенства. Состояние, которое есть в мире бесконечности, это состояние, где ты выясняешь все с помощью света. Поэтому любое действие, любое действие, они называются, что идут сверху вниз, когда свет выясняет их, когда свет доминирует и властвует и все делает. И когда свет делает, то нет вопросов. Это не нижний, который должен выяснить. Ибур, внутриутробное развитие, вскармливание, 2 года, 3, 6, 9, 13 лет, 20 лет, 70. Здесь такого нет. Свет предваряет все, поэтому он властвует, и внутри него нет выяснений. Внутри него нет действий относительно нижнего, потому что свет выясняет. Если нижний должен выяснять, то он должен произвести расчет на каждое свое действие, каждый свой шаг. Хорошо? Я все время ищу связь с материалом, который мы изучаем. Если я смотрю, скажем, есть камень. Я вижу внутри, у него есть структуры, атомы, есть там электронное облако, которое содержит это тело, которое называется камень. Если я возьму, скажем, в этом камне общие частные равны, я самый маленький атом, я так же, как весь камень. Там нет разницы. Верно? Не понял. Ну, скажем, есть атом и есть камень, это как одно тело. Я могу себя представить и атомом, и камнем, это одно и то же. Но если мы возьмем группу, в группе есть я, как отдельный товарищ, и все тело, вся группа. То, что мы изучаем, все эти миры, это все как некая энергия, которая нас наполняет? Все миры – это система связи между нами. Система связи между нами, между душами. То есть, это та же энергия, которая делает нас едиными? Энергия – это свет, мир – это не свет. А миры? Миры – это структура связи. Связь между нами структурируется согласно силам отдачи. И силы отдачи между собою и формируют форму миров. Миры – это не свет. Затем они исчезают. Потому что миры – это своего рода ограничения от слова «алама», исчезновения, пока наша связь несовершенна, частичная. Мы, так как эти атомы, у нас есть та же структура в этой сетке, или у нас есть один хлор, другой, тран, или каждый сам по себе. В каждом из нас есть, собственно, уникальная точка, которая называется «Ницутс», искра. И кроме этого «Ницутса», все остальное не имеет отношения к нему, а вследствие его включения в других. Получается, что «Ницутс» – это твой, собственно, уникальный «Ницутс». А все остальное не твое, а всех семи миллиардов, скажем так. И когда ты включаешься в них, то что у тебя есть? Другие также включаются друг друга. «Ницутс» ты получаешь свыше. Все остальное, все остальные также готовы для тебя. Ты произвел работу, соединяя себя с другими. В этой работе есть партнер, высший. У тебя есть партнеры между семи миллиардов, которые также относятся к высшему. Он их так вводит в действие от тебя. И остается из всей этой картины мера твоего усилия, которую ты сам, тебе удалось самостоятельно добавить, потому что «Ницутс» не твой, внешняя реальность не твоя, высшая сила не твоя. Все ситуации, которые ты прошел, случайно, это не твои. Твоё, в конечном итоге, то малое усилие, которое тебе удалось приложить при помощи случаев, событий, в которые ты попал, попадал и отменял себя перед окружением. В конечном итоге, мера твоей самоотмены перед окружением, чтобы оно повалило на тебя, это и есть, это и называется «Я». Кроме этого ничего. Потому что все остальные данные, ты их получил. Так что же я получаю, когда отменяю себя? Остается тебе та особая сила, которую тебе удалось сфокусировать из всех возможностей, из всех... Так творец остается? Нет, ты тоже. Эта сила остается. Она остается. И эта сила она и отличает, и соединяет тебя с Творцом. Эта сила определяет, где находишься ты относительно Творца. Мера твоего слияния с Ним. Её определяешь ты. А что происходит здесь, в группе? Вот этот процесс. Мы производим ускорение. И что происходит в группе? Я не понимаю твои вопросы. Я так очень не понимаю, на что должен отвечать. Ну, скажем, этот камень, его можно сделать золотом, скажем. Ну, можно. Ну, теоретически, да. Энергию туда ввести в эти атомы. Да, получится несколько кустов. Это похоже на то, что мы делаем. Мы тоже станем чем-то другим. Это мы должны представлять себе. Мы не делаем ничего нового. но то зло, которое сейчас разделяет нас. Мы это зло раскрываем как совершенную систему, на самом деле совершенную. Злое начало — это у него есть прекрасная, великолепная империя у злого начала. Мы лишь хотим обратить его в противоположность. Использовать его всю его силу, чтобы перевести его в доброе начало. С помощью энергии, которую мы хотим внести? С помощью энергии нам предстоит работа против Творца в двух плоскостях. Мы дважды с ним воюем. Первый раз мы воюем со злым началом. Я ожесточил сердце фараона, говорит нам заранее. Это он сделал. А второй раз мы воюем с ним, когда мы должны просить силу. Помоги нам. И мы такая у нас работа. Нужно воевать против Дух. Есть точка, где можно сказать, здесь я склоняю его. Вот где эта точка решающая, где я говорю, ты сейчас должен прийти и изменить природу. Где это происходит? Когда? Сейчас? На уроке? Или в какой моей работе? В каком моем действии? В группе? Значит, урок это время. Место там, где ты можешь привлечь Творца, это только в твоей связи с другими. Для того, чтобы в связи ты раскрыл его. Хорошо. Где ты, Моше? Мы находимся в Таффрэш-Хав-Хэд, 628-й пункт. А то, что не вышло в уровне Кетер, Вымашилой Ца, начальные слова, а то, что не вышло в уровне Кетер, из-за того, что ступень более важного авиюта, которым является стадия 4, уже выкачал для себя парцифатик, осталось в совокупности Ман, и это авиют стадии 3. Так вот, уровень, вышедший на авиют 3-й стадии, называется Новый Ма, Акелим, де Ахаб Кетера, которые уже использовались во время Мелахим, как Мохен в Хохме, и Бене Никудим, называются Бон, и они Нукударь Хампина. Однако, пока они не распространились в свою ступень Гуф, только как Рох и Нефиш, по причине, что Бене Дерош или Хампина находится в Ахураем Кохме, так же, как сказано об этом выше, Аббатике. Так выходят все парцифимы, их части находятся в Рош, в состоянии по ним Бахор. Еще раз. Еще раз. Вымашиваю яйца. А то, что не вышло в уровне Кетер, из-за того, что ступень более важного Авиюта, которым является стадия 4, уже выкачал для себя парцов Атик. Осталось в совокупности Ман, и это Авиют стадии 3. Так вот, уровень, вышедший на Авиют 3 стадии, называется Новый Ма, Ахапа Кетера, которые уже использовались во время Малахим как Мохен в Хохме и Бене Никудим, им называются Бон, и они Нуква Дарихампина. Однако, пока они распространились в свою ступень Гуф, только как Роха Нефиш, по той причине, что Бина Де Роша Дарихампина находится в Ухураем в Хохме, так же, как сказано выше, об Атике. И так, как установились Ахап Кетера Дебон в состоянии Гар Кнук Виарихампина, то пришло от нее свечение и бурок зад Хохмы и Бене Никудим, которые являются ступенью Ахап Хохмы и Бены, взятых Атиком. Потому что ступень Гальгальта и Инаем Хохмы и Бены Никудим, являющихся ступенями Катнута, которые остались после разбиения Келим, взял Атик. Вахап, которые являются аннулировавшимися Ахураем де Хохма и Бена, считающимися Зад, которые получили сейчас свечение и буры из Нуква Арихампина, потому что есть у Нуквы де Арихампин, представляющие собой Ахап Кетера, прямая связь с Ахапом Хохмы и Бены со времени Малахин, так как тогда были они одеты друг в друга, и Ахап Кетера были их Мухин. Потому сейчас было бы заслуженным, чтобы Ахап Дахохма и Бены поднялись в рожь де Арихампина и одели Ахап Ды Кетер там, так что оба были бы исправлены в одном исправлении. Но в силу укрепления Парсене не могут подняться туда, о чем говорилось выше. Однако для этого они получают свечение Нуквы де Арихампина на их месте внизу. И это свечение различается как свечение Ибура. Дело в том, что Бена де Рош Арихампина пока находится в состоянии Ахураем Хухме, поэтому они получают только свечение зародыша. И так выяснили Гадлут де Рош Гуф Арихампина в состоянии Паним Бахор в состоянии Ибура Хухмы и Бены де Ацелут, называемых Абава Арихампина. Если мы так будем читать, мы ничего не поймем. Да. В продолжении того объяснения, которое вы дали про Ибур и ответ, который вы дали доктору, что же я могу взять, могу принять на себя, какую часть творения. Могу взять ответственность за него, как вы сказали, что Ибур Убар зародыш развивается, он принимает на себя новые формы, это как ответственность, которую он берет за что-то. А что я в своей работе, какую я могу взять ответственность за творение? Объединение? Это исправление и не более. Ты не должен исправлять ничего, кроме объединения. в любом месте, даже в этом мире, если бы ты в каждом месте думал о том, что делать в этом мире, это только объединение. Потому что это против порчи древопознания. Исправляют порчу древопознания. Ну, нет вопросов. Хорошо. Продолжаем. Даже из интернета нет вопросов? Есть много вопросов. Костя из Киева спрашивает, можете ли вы сделать параллель этапов и бурой никому Хин в групповой работе? я думаю, я думаю, что стоит, потому что вы начнете думать, что лучше делать какие-то духовные действия. параллельные параллельные формы? Смотрите сами, если человек полностью меняет себя, значит, он находится в Ибуре. если он может что-то добавить от себя в группу, то есть участвовать собственными силами в группе, это уже как вскармливание ИНИКА, если он может уже получать радиодачи, это вещи нам непонятные. Как в нашем мире можно такое сделать? Это уже Гадлут, большое состояние. Форма объединения, да. Может быть, в заключении Гадди и Соли из Австралии, они переполнены его одушевлением, они говорят, что вчера был необычный урок, и Раф поделился со всем Кли своими вопросами, которые вызвали большое воодушевление во всем миром Кли, он был бы рад, если бы это снова появилось. Будем стараться дать ему еще раз свое воодушевление, пока что передам вам привет и переходим в следующую часть. Прежде споем вместе песню. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...